Сегодня в программе Путешествие в Спасокаменный монастырь Мощи преподобного Иосафа Каменского Главная святыня монастыря Роль церкви в разноисторические периоды Продолжение разговора священника Алексея Уминского с гостями программы Здравствуйте! Мы продолжаем тему церковной истории О церковном возрождении О взлетах церковной жизни О ее сложностях Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Скажите, пожалуйста, отец Алексей Вот если изучать историю То церковь постоянно с чем-то борется Все 20 веков существования То с расколами, нападками, рересию, клеветой Почему так происходит? Ведь Евангелие несет людям только хорошее Ну, Евангелие несет людям только хорошее Это такое очень обтекаемое предложение В Евангелии Христос говорит о разном Он говорит о том, что не мир пришел я вам принести Но меч, который разделит отца и сына Мать и дочь, невестку и свекровь, братьев разделит Потому что этот меч, конечно, не меч как оружие видимое А меч как слово его Слово истины, которое является светом Которое просвещает каждого человека Приходящего в этот мир Эта истина Христова Она просвещает каждого из нас И на самом деле не дает нам покоя Не дает нам возможности быть прежними людьми Этот свет и эта истина заставляет нас что-то в себе менять Не соглашаться со своей собственной ложью Не соглашаться в том числе с ложью Которая в этом мире происходит С ненавистью, с раздорами Со всем грехом и злобой, которая в этом мире существует Потому что мир лежит во зле И поэтому мы с вами прекрасно знаем Как это болезненно бывает, когда мы переживаем вот эти периоды Несогласия между собой Потому что каждый ищет для себя оправдания Каждый ищет для себя возможности утвердиться В своей собственной правде В своей собственной истине А истина Христова выше этого всего Поэтому мир, конечно Мы встречаемся с этим миром С миром разделения И не церковь борется с этим миром А скорее наоборот Мир старается как-то вот заглушить вот этот свет Это не значит, что это какие-то мировые закулисы Или какие-то тайные правительства Или какой-то там коллективный Предположим, юг или север Вот Это мы с вами, понимаете Это каждый из нас Каждый из нас Либо он идет к свету, либо от него отворачивается Это очень сложно для человека И для людей в том числе И для общества Жить в правде Стоять в истине Церковь свидетельствует об этом Но церковь – это мы Это значит, что мы, наполняя церковь Наполняем ее не светом, а самими собой Церковь просвещает нас через слово евангельской истины Через проповедь Слова Божия Через заповеди Христова Мы приходим в церковь не как свет Мы приходим в церковь еще как состояние тьмы Мы Можем быть этим светом просвещены А можем сделать вид, что это не главное для нас И выбрать какие-то другие формы религиозной жизни Вы понимаете, ведь церковь полна всевозможными формами религиозной жизни И очень часто так бывает, что человеку даже в церкви сам Христос не очень интересен А гораздо ему интереснее, какую свечку ставить перед какой иконой Какой молебен какому святому заказать для разрешения своих проблем Как правильно поститься Какие молитвы читать при каких обстоятельствах жизни И ни разу не открыть Евангелие И ни разу не услышать голоса Христа Можно при этом считать себя православным, верующим, ходить в храм Но Христа не встретить Понимаете, о чем я говорю? Вот, и тогда происходит вот это вот Наполнение тьмой место, где должно светиться Кто с кем борется? Тьма со светом борется всегда И будут бороться до скончания этого века Батюшка, скажите, пожалуйста Если Христос является главой церкви То почему тогда он допустил расколы и гонения? Почему не сделал так, чтобы церковь была сильна и единой? Если для него нет ничего невозможного? Ну, во-первых, потому что церковь – это не организация Не партия, не какое-то там сообщество Которая выбирает людей по какому-то особому принципу В церкви нет фейс-контроля В церкви приходят люди совершенно разных убеждений Совершенно разного уровня воспитания, культуры, образования Церковь не интересует национальности Церковь существует для того, чтобы всех людей Как-то вот научить чему-то А учимся мы все по-разному И мы не можем в церкви быть Как вам сказать Ну, церковь не ходит с троем Хотя всегда все пытаются церковь научить ходить по-солдатски Но церковь – это не армия, а семья, прежде всего А семья, она… Вот есть два таких слова Свобода и любовь А если в семье нет любви Тогда это будет деспотизм Понимаете? В церкви нет свободы Это будет подчинение Понимаете? Вот А в семье то же самое А в церкви она пытается нас научить быть свободными людьми Ну, то есть, как бы отвечать за свои поступки Иметь некое рассуждение между выбором добра и зла Лично Самому выбирать Не примыкать к чьему-то выбору уже сделанному А самим думать, выбирать, мыслить Она пытается научить нас любить друг друга Разных людей, которые нам не нравятся С которыми мы часто не согласны Которые кажутся нам людьми С которыми вообще рядом стоять нельзя А церковь все равно всех объединяет И тогда получается, что в церкви должно быть Каждому из нас Неудобно Вот Некомфортно Не так, чтобы у нас все было Заранее приготовлено И все вопросы были решены А церковь это то место, где мы Созидаемся С большим трудом С болью иногда мы рождаемся И Христос оставляет нас свободными Свободными Потому что если нам не дать свободу Мы не станем людьми А если нам дается свобода Тогда свобода предполагает риски Предполагает ошибки Предполагает грехи Предполагает падение Но дает возможность исправления Понимания Опыта Преображения Прошу вас Отец Алексей Время не стоит на месте В третьем тысячелетии Появляются иные формы коммуникации Такие, как, например, видеосвязь Мы можем общаться с ней с МКС Но в храмы мы до сих пор приходим Своими ногами Вопрос в чем заключается Возможно ли в этом направлении Какие-то изменения Или это будет неизменно Ну, вы знаете Бывает по-разному Мы с вами пережили Такой очень неприятный период Ковида Когда на какой-то период Храмы были закрыты И возможность посещения храма Была максимально для многих Ограничена И тогда практически во всех приходах Была организована Трансляция богослужений Для тех людей Которые оставались дома Пасхальная трансляция Другие священники Произносили проповедь Для людей Которые в храм не ходили Конечно, была большая проблема Для участия этих людей В таинствах Но я знаю, что священники Многие просто объезжали Своих прихожан по домам И причащали их по домам Интересно, что когда мы Вот эту трансляцию Вели из храма Ну, просто когда у нас храм небольшой И в самый такой, как бы сказать Ну, вот Был праздник Троицы Престольный праздник нашего храма Ну, где-то было Порядка 400 прихожан Престольный праздник На двух литургиях А вот на трансляции нашего храма Приходило там до тысячи Участвовало в трансляции богослужебной Гораздо больше людей Которые реально приходят в храмы Но я думаю, что это все-таки Исключительный случай И возможность трансляции Она научила нас Новому способу коммуникации Конечно, это действительно важно Было для каждого из нас Понять, что есть разные формы общения Но с другой стороны Все-таки, когда Мы хотим кого-то Поздравить с днем рождения И принести ему подарок Вот Мы, конечно, можем заказать цветы По доставке Мы, конечно, можем Записать Видеообращение И послать по ватсапу Но когда мы придем вместе И сядем за общий стол Когда мы поговорим от души Когда мы чокнемся рюмочкой Пожелаем друг другу здоровья Это совсем другое, правда? Это никогда нельзя отменить И заменить на какую-то Виртуальную форму общения Мне кажется, что и церковное общение Оно по своей сути Оно токово Это собрание любящих И любимых людей Которым хорошо вместе Которым хорошо вместе Спасибо вам за ваши вопросы До встречи До свидания Мы продолжаем рассказ О нашем путешествии В Спасокаменный монастырь Узкий перешеек Между каменным островом И соседними песчаными отмелями Названными баннами Исследователи считают рукотворным Его появление связывают со временем Когда настоятелем обители Был Дионисий Грек По заведенному им Афонскому уставу Бани не могли находиться На территории монастыря Добрый день Это Сергей Мой коллега Очень приятно С программы Я не удержался Пошел сразу смотреть Ну это правда Вы говорят На катере с печкой Мы мокрые насквозь просто все Пришли Вот сейчас будем отогреваться чаем Я увидел свет Электрические провода Как давно оно здесь появилось В 13-м году Произошла у нас такая вот Техническая революция На острове Была программа Какая-то электрификация Инвестиции были И нам удалось Попасть туда тоже Это удачно Да Удачно Потому что такие большие проекты Нам самим не осуществить Конечно Но тут интернет И все Этильный фон Интернет Извините Это уже не к нам Нет На самом деле Это Я думаю Что в наше время Это одно из самых Больших искушений Если бы Не было такого соблазда Так и у нас рыбы Не создавали В каких-то уединенных местах Скажите А рыбу Вы тут ловите Например Рыбу Ну время от времени Как-то так у нас В системе нету Того Чтобы ловить рыбу Не успеваем Ответственные За добычу рыбы Есть? Нету ответственного За добычу рыбы Да Есть ответственные За то Чтобы накормить братья Вот хочется узнать Чуть больше Про период Расцвета монастыря История гласит Что братья Спассками на монастыря Пришли в Москву Просить великого князя Себе игумена Представляете Насколько были Простые патриархальные времена Пришли к великому князю Просить себе игумена То есть Чтобы у себя-то Не могли найти Вот Не было у них игумена Понимаете Пришли из Константинополя Да И В это время В Москве находился Постриженник Святой горы Дионисий Вот Ермонах Который По-моему Это Богоявленский монастырь В Москве Где вы принимали Он по каким-то церковным делам Прибыл Дионисий Грек Епископ Ростовский И Ярославский Деяния Дионисия Грека Дошли до нас В основном Благодаря сказанию О начале Спаса Каменного монастыря Составленному В конце 15 века Известно Что он был Афонским постриженником И прибыл Из Константинополя В Москву С дипломатической миссией 19 мая 1389 года По просьбе монахов Спаса Каменного В честь преображения Господня мужского монастыря Из согласия Великого князя Дмитрия Иоанновича Донского Он был поставлен Настоятелем Этой обители Я читал Я читал Что сейчас В ненастную погоду Вы звоните В колокола Чтобы Значит На звук Мореходы Рыбаки Это наши Предшественники Сейчас звонят По мобильному Телефону Мы были В том месте На горе Маура Где Собственно Преподобные Кирилл и Ферапонт Обнаружили Место Для будущего Монастыря А какие На тот момент Уже монастыри Существовали Спасокаменный Как раз Монастырь существовал Существовал Усть-Шахонский Монастырь Тоже основанный Князем Глебом Васильковичем Основателем Спасокаменного Монастыря Спасокаменный Один из древнейших Монастырей Древнейших обителей Тогда На тот момент Когда он возник Не было ни Кирилла Блазерска Ни Ферапонтова Ни Спасоперлузского Восковского Кремля Еще не было Единственное Храмовое помещение Которое Сохранилось На острове Понятно Что Ни иконостаса Ни икон Ни пола Ничего здесь не было Но стены были К 2010 Году В этом году Было 750-летие Спасокаменного Монастыря Юбилей Был обители И к этому событию Был подготовлен Храм к освящению Было освящение Перед праздником Преображения И началась Такая уже Литургическая жизнь Стали строить И другие Здесь В монастыре Храм Теплый Он был Устроен При Трапезной Палате Рядом Смежная Это традиционно В монастыре Всегда Главный собор Был холодный Поскольку он Был более Крупный Большой И отапливать Его Было Конечно Неселесообразно В нем Служили только В летний период В теплый А для того Чтобы служить Круглый год Устроилась Вторая церковь Теплая Которая Отапливалась И она Делась Всегда При трапезной Потому что Трапезная Круглый год А поскольку Главный собор В честь Спасителя То как правило Вторая церковь Трапезная В честь Божьей Матери То есть Такая традиция Особенно В наших Северных Монастырях Она прочитывается Везде Здесь Находится Только Частицы Мощей Преподобного Осава Каменского Поскольку Сгорели При пожаре Да Мощи Его Тоже Пострадали Очень сильно А кем был Преподобный Осав Он был Князем По наследству По своему положению Он был Князем Правда Он не княж Судя по всему Ни одного дня Молодым В 19 лет Ушел в монастырь Но Он был Наследником Княжения Своего отца Дмитрия Васильевича Заозерского князя Это все Что за Кубинским озером Это называлось Заозерское княжество И родина его Совсем рядом Тут 10 километров Напротив Села Усти Береми Черкова Где По преданию Располагался Дворец Княжеский Князя Дмитрия Васильевича Заозерского Вот То есть Это вот Ближайший обитель К месту его рождения И юности Вот А последние 5 лет Он уже подвязался здесь Устроена Такая вот Небольшая Рака Надгробия Из Кипариса Это вот Подвижник Который И начал свой путь На Спасикайном И завершил здесь Я про намерение Знаешь, хочу сказать Если оно позитивное Благостное То видишь И дождь Можно разогнать Который По прогнозу погоды Все официальные техники Как минимум неделю Это действительно Второй раз Наше такое чудо Второй раз Второй раз чудо Так, а сдувать его не будет Наш прекрасный дрон? Отец Дионисий Чудесный, конечно, человек Идет попрощаться Что здесь побывал Да, конечно, мы попрощаемся А как же Я хочу сделать еще его фотографию Я сделал несколько по ходу Но мне нужно поменять объектив В обратный путь Все отправились На комфортабельном Тихоходном судне с печкой Дождь прекратился И теперь можно было Поснимать спасокаменный монастырь С воды Много работы? Да, хватает У нас очень короткая И сильная волна Волна сильная Из-за того, что Озеро мелкое И масса волны Увеличивается В 2-3 раза За счет песка Ила Под этого Содна Перепад Весенний-осенний Вперед У нас Где-то примерно По высоте До 6 метров Ничего себе То есть, вот Весной, летом Здесь спокойно Можно идти А сейчас Осенью Ватау была Уже критична Уже критична Если вот сейчас Глубина Вот где мы шли Примерно полметра Всего лишь А маяк А маяк не работает Да, у них Да, не работает Лампочка Перегорела Нет, а маяка Как таково Давно уже нет Давно нет его Он был В советские времена Когда-то еще Поддерживался Первоначально Там была Даже спасательная станция Но сейчас Там ничего Нет Домик спасательный Восстановили В 1876 году На острове Была открыта Первая и единственная В губернии Спасательная станция Императорского Российского Общества Спасения на водах На крыше Келейного корпуса Был установлен Маяк Большой мощности Керосиновая лампа В специальном Застекленном корпусе Свет маяка Был виден В хорошую погоду За 20 верст В плохую За 4 А во время Туманов и метелей Звуковой сигнал Подавал колокол Когда мы шли на катере Я пообщался с Любовью Смирновой Она занимается Она специалист по развитию Туризма В селе Устье И рассказала мне Массу историй Которые Может быть я ни в одном Учебнике истории Никогда бы и не прочитал И особенно мне понравилось Почему село Так и не стало городом Когда приехали чиновники Из Москвы Решать строить здесь город Или нет Они Заплатили Что без дорогого Они заплатили им За то Чтобы они Признали это место Неудобным Для строительства города Взятку что ли Да Да ладно Да Ну жаль Что село не удалось Посмотреть Из-за дождя Ну Нам еще предстоит Вернуться в Вологду Ну и вообще Русский север Это конечно Отдельная территория Так что будем считать Что все только начинается Согласен Поддерживаю На этом осенняя часть Нашего путешествия Закончилась Продолжение съемок В Вологодской области Запланировали На весну Мощи преподобного Иосафа Каменского Главная святыня Спаса Каменного монастыря На всем протяжении Монастырской истории Главной святыней Обители Были мощи Преподобного Иосафа Каменского В миру Это был Заозирский князь Андрей Дмитриевич В свое время Он женился На дочери Ярославского князя Ивана Дмитриевича Дия И взял В приданное Кубину Князь стал Невольной Жертвой Противостояния Великого князя Московского Василия Темного И печально известного Дмитрия Юрьевича Шемяки В борьбе За великокняжеский престол Шемяка проиграл И уже в 1447 году Василий Темный Стал конфисковывать Земли Людей Поддерживавших Шемяку А также Его родственников К несчастью Сестра Андрея Дмитриевича Была женой Шемяки И поэтому Кубина Пострадала В первую очередь Вероятно К этому Князь Князь Уже Лишился Жены Потеряв И жену И вотчину Князь Решил Постричься В Спасокаменном Монастыре Выбор Этот Был Не случайным Потому что Заозерские Князья Традиционно Были Ктиторами Спасокаменного Монастыря Князь Прожил В обители Недолго Всего Пять лет И скончался Поскольку Его тело Не имело Ни малейших Признаков Тления Монахи Не стали Погребать Тело Князя А в открытой Раке Поставили Его Справа От царских Врат В храме Это уникальный Случай В истории Русской Святости Тело Оставалось Нетленным Молва Об этом Разнеслась По всей округе К мощам Преподобного Иосафа Пошли Люди За исцелениями Особенно Много Исцелений Было Во время Эпидемии Болезни Так называемой Болезни Тресавицы В 1476 Году В монастыре Случился Страшный Пожар Спасаясь От огня Монахи Прыгали В лодки И уплывали В Кубинское Озеро Тогда Сгорел Весь Монастырь Который Оставался Деревянным Сгорели И мощи Преподобного Иосафа Вернувшись На пепелище Иноки Нашли Только Частицы Мощей Преподобного Иосафа Они Собрали Их Ковчег И Когда В монастыре Был построен Уже Новый Каменный Собор Преображенский Около 1481 Года Ковчег С мощами Поместили Под престолом Этого Собора В 18 Веке Монастырь Был Упразднен Монахи Переселены В свято-духов Вологодский Монастырь Уходя С острова Иноки Забрали С собой Главную Святыню Ковчег С мощами Преподобного Иосафа В советское Время Мощи Находились В Вологодской Церкви Рождества Пресвятой Богородицы А в 2018 Году Святыня Вернулась На Каменный Остров Редактор субтитров